Шалом-шалом! С вами я, Леви Харпатин. Вас ждет свежая майса. Однажды Бэшт Большемтов сидел у себя в маленьком и скромном домике в Менджебаше и вел урок Торы своим ученикам. Его ученики на тот момент уже были непростыми людьми. Их родители были большими цадиками, раввинами. К ним приходили за советами. Они были учениками самого Большемтова. Их уважали. Шел урок. Была летняя пора, было очень жарко, поэтому окна этого домика, где Большемтов преподавал, были настиж открыты. Ученики не отвлекались ни на что. Они были полностью погружены в изучение святу книги, а именно нашей с вами Торы. Прошло несколько мигов, как к дому подошел старый еврей. Он зарабатывал себе на жизнь очень грязной и тяжелой работой. Он убирал, он рубал дрова и топил печь, выносил мусор, строил. Зарабатывал таким способом себе на жизнь. Он подошел к окну этого домика, дома учения, и начал спрашивать, у вас нечего починить? Ученики проигнорировали. Он повторил второй раз, я же спрашиваю, у вас есть что починить? Потом они отвлеклись, начали махать руками, говорили ему, уходи, у нас урок, ты не видишь, мы погружены в Тору, что ты хочешь? И он ушел. Но перед этим он сказал одну фразу. Всегда есть что починить. Ученики думали, что их учитель Большамтов даже не заметил эту никчемную историю, как они сказали. Никчемную ситуацию, так как он не остановился, он продолжил преподавать святые строки Торы. Но после того, как старик ушел, он положил, закрыл Тору и сказал им такую фразу. Дорогие мои ученики, запомните, всегда есть что починить. Только нужно очень тщательно искать, смотреть. У вас должна быть цель найти и починить. Спустя несколько столетий родственник Большамтова, Рабин Ахман из Бреслова, объяснил слова своего родственника так. То, что человек имеет выбор. Он может пойти в злую сторону и в сторону добра. Он может служить дьяволу, а может служить Всевышнему. Он может вести никчемные разговоры и обижать тем самым Всевышнего, а может сидеть по правую руку с пророками. Так вот, если человек, который был на стороне зла, и он решил перейти на сторону добра, он это очень хорошо осмыслил. Он нашел, что в себе починить, то есть, что в себе исправить. И каждый из нас должен находить ежедневно, что в себе чинить, что в себе исправлять. И стремиться к лучшему. Как человек, который перешел со стороны зла в сторону добра. Всем спасибо за урок. До свидания.